Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос небольшой, к сожалению, автор вопроса не написал его полностью, вот, и, соответственно, не рассказал именно о том, что хотел спросить, да, не написал. Вот, но, тем не менее, суть вопроса все же есть. Я легко теряю уверенность в себе и в своих достижениях, когда сталкивался с неудачами. Был недавно на тренингах и ощутил большую уверенность в своих успехах. Наверное, собственно, на этом вопрос заканчивается. Очевидно, что проблема в том, что человек легко теряет уверенность в себе и в своих достижениях, когда сталкиваются с неудачами. И о чем в первую очередь здесь идет речь, да? Здесь в первую очередь идет речь об отношениях к ошибкам. То есть я относился к своим ошибкам как-то негативно. Вот. Я не позволяю себе ошибаться. Я не позволяю себе ошибаться. Вот. Вот. Соответственно, давайте начнем с того, как вы относитесь к ошибкам. Это первое. И второе. Второе. Что для вас значит ваше достижение и успехи. Если вы чего-то достигаете, если вы чего-то добиваетесь с той позиции, чтобы кому-то что-то доказать, то, конечно, вы всегда будете в проигрыше. Потому что ошибки, падения. История про какие-то, вот можно сказать, проседания. Про проседание активности, про проседание успешности. История про это абсолютно нормальна. Но если мы пытаемся кому-то что-то доказать, у нас сразу возникает трудность. Поэтому вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в следующем. А не пытаетесь ли вы по жизни кому-то что-то показывать? Не пытаетесь ли вы по жизни с кем-то бороться? С кем-то сражаться? Вот. Нет ли у вас такого? То есть, про что здесь идет речь? Речь здесь идет про то, что целью вашей является не продвижение своих интересов и не занятие тем, что вам нравится, что вам хочется, что вас привлекает. А тем, заниматься тем, чем угодно, чтобы доказать кому-то что-то, тем, чтобы доказать, что вы, например, нет чего-то достойно, доказать, что вы имеете на что-то право. То есть, это некая внутренняя борьба с кем-то. И здесь важно разграничивать эти две истории. То есть, важно разграничивать, когда вы занимаетесь чем-то, потому что стараетесь оспорить все по мнению о себе. Вот для начала, чтобы быть в себе уверенным, я бы предложил обратить внимание на данный аспект. Второе, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на то, каким образом человек может потерять уверенность в себе. Он может потерять уверенность в результате внутреннего конфликта, что я какой-то не такой, что со мной что-то не так, что я какой-то, например, ущербный, допустим, и, соответственно, постоянная борьба данного аспекта, постоянное присутствие данного аспекта в моей парадигме, скажем так. Да? То есть, постоянно я вот борюсь и постоянно я опасаюсь, что со мной что-то не так. А вот что со мной не так? Что вы выделяете как свою ущербность? Вот это нужно также выделять. Это могут быть какие-то страхи, это могут быть нечеткости вашей жизненной позиции, это могут быть размытые границы, это может быть не признание себе в каких-то интересах, это может быть отсутствие опыта в выражении своих чувств, которые не совсем соответствуют тому, как вы себя видите, как вы себя воспринимаете. Здесь может быть достаточно много фактов. Ну и наконец, мне кажется, что совершенно справедливой точка зрения, что полной уверенности не бывает. То есть, мне кажется, совершенно справедливой такая позиция, что человек абсолютно уверенный, например, в себе, или, иными словами, самоуверенный человек, да, это человек, который не может, ну, в общем-то, развиваться. Излишне самоуверенный человек. Это человек, который застывает, к сожалению, в своем развитии. То есть, иными словами, неуверенность в себе, или вот отсутствие уверенности в себе полной, можно использовать как ресурс для того, чтобы обновлять свое восприятие мира, чтобы обновлять свою реальность, чтобы реальность оставалась живой, чтобы реальность оставалась подвижной. То есть, иными словами, вы просто требуете от себя быть уверенным в себе, но по факту вы требуете от себя остановиться в развитии. И вот вопрос. А кому может быть выгодно, чтобы вы не развивались? Кому может быть выгодно, чтобы вы постоянно сомневались? Требуя от себя полной уверенности в себе, вы не сделали каких-то шагов, не добивались чего-то, не реализовывались в чем-то? Кому может быть это выгодно? Просто вот, давайте подумаем, не в смысле того, что это какие-то плохие люди, нет. А просто в смысле того, что вы продвигаете в своей жизненной позиции идеи других людей, а не свои. Вы продвигаете в своей позиции идеи не просто не ваши, а компенсирующие, деструктивные проявления других людей. Понимаете? Вот. Это то, на что вам в первую очередь нужно обратить свое внимание. Помимо того, что, как я уже сказал, неуверенность в себе может быть достаточно ресурсным. Вот. Если человек обращает свое внимание на интересы, которые у него есть. То есть, если человек смотрит в первую очередь не на то, вот, да, там, чего я достиг, или, там, не совершил ли я ошибку, а если человек смотрит на то, что ему реально интересно, тогда ошибка становится становится возможностью роста. Вот. Понимаете, какая штука? И признание своей неидеальности, то есть, некий такой отказ, если угодно, если угодно, от перфекционизма, который сейчас у вас наблюдаются, да, то есть, требование от себя безощибочно действует. отказ от, от перфекционизма, это, ну, по факту, вот, отход от оценок других людей. То, что вы делаете. Вы в своей деятельности руководствуетесь оценками других людей. для вас важнее именно другие люди, для вас важно то, что подумают о вас другие люди. Для перфекциониста это является ключевым аспектом, ключевым моментом. Почему перфекционистам не так сложно? Потому что они постоянно оценивают. Они постоянно оценивают, но внутри них всегда есть позиция, что со мной что-то не так. А что именно со мной не так? Да? Почему другому можно иметь какие-то, там, например, ну, не знаю, там, допустим, слабости, да, к примеру? Вот. А мне нет. Почему как ко мне предъявляются, предъявляются большее, большее требование, чем к другому человеку? Вот. Не потому ли, что когда-то какие-то требования я просто, просто взял, не совсем корректно их воспринял, воспринял их, может быть, как-то, ну, скажем так, слишком буквально. Вот. И все. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Я здесь еще хотел бы сказать такую, наверное, не очень приятную вещь, связанную с нарциссизмом. Вот. Я не буду, наверное, просто раскрывать эту тему слишком сильно, сильно. Потому что, ну, во-первых, нет какого-то подтверждения, что вы обладаете нарциссическими элементами поведения. Это первое, да? Ну, просто нет, нет таких подтверждений. Но просто хочу, чтобы вы об этом подумали. Вы сами изучили тему нарциссизма. Вот. В вас эта нарциссистичность как основание для запрета в себе ошибок присутствует. Самое главное, что вам сейчас необходимо понять, это то, что добиться, в принципе, чего-то, да, без ошибок невозможно. Потому что ошибка – это опыт, это развитие. Да? Когда я не совершаю ошибок, я не развиваюсь. Не развиваюсь и не меняюсь. Вот. И запрещая себе ошибки, мы тем самым признаем тот факт, что хотим оставаться, условно говоря, застывшей экосистемой. А застывшая экосистема – это система мёртвая. То есть вы, по факту, запрещаете себе ошибку, запрещаете себе быть живым. Быть живым. Быть развивающимся. Быть разным. Вот. Знаете, какая штука? И что ещё важно, да, что ещё важно, это то, что наши ошибки, наши какие-то слабые, может быть, места, да, это возможность взаимодействовать с другими людьми. Это там, где другие люди могут почувствовать себя значимыми для нас. Понимаете? Например, если вы хороший инженер, а я хороший химик, вот. То я могу вам помочь в контексте химии и почувствовать себя значимым и важным в этом смысле. А вы можете помочь мне. И почувствовать себя значимым и важным в другом. А представьте себе, если бы была бы такая история, что и вы, и я пытались бы быть и химиком одновременно, и инженером идеальными. Вы сами, вот, ну, по жизни. Мы бы просто не смогли с вами взаимодействовать, потому что ни у меня, ни у вас не было бы возможности себя проявить. Вот. Понимаете? Поэтому то, как вы обращаетесь со своими слабыми местами, то, как вы говорите об этом, то, как вы выражаете их, очень важно. И это напрямую, напрямую влияет на ваши социальные контакты. Это напрямую влияет на то, как вы выстраиваете отношения с людьми, насколько эффективно и качественно. Потому что если мы говорим в контексте, например, достижений, то это весьма формализованное поверхностное общение. И невозможность выстраивать искренние, теплые, доверительные отношения. Где можно быть слабым, где можно быть уязвимым. Понимаете? Вот. И в этом смысле вы, возможно, также испытываете определенный голод. Потому что, ну, как бы, очень часто люди хотят не ошибаться, очень часто люди хотят иметь вот такую сверхуверенность в себе, если можно так выразиться. Потому что им кажется, что вот сейчас они вот это получат, вот сейчас они такими станут, суперидеальными, и им будет легче общаться с людьми, другими людьми, да, я имею ввиду. Другие люди там их примут и так далее, например. Но парадокс-то заключается в том, парадокс заключается в том, что идеальные люди другим не нужны. С идеальными людьми другим людям сложно. С людьми, которые не совершают ошибок, другой человек чувствует себя всегда хуже, чувствует себя всегда обесцененным, чувствует себя всегда человеком второго сорта. Поэтому общение с нацистами всегда для другого человека тяжело. Я не говорю, что вы нацист, поймите правильно, я не говорю, что вы нацист. Я хочу, чтобы вы услышали меня. Я специально амплифицирую, то есть усиливаю здесь то, о чем я говорю. Немножечко выложу в абсолют, чтобы было понятно, какую мысль я пытаюсь выразить, ну высказать здесь. Понимаете? Поэтому ошибочно было бы предположить или подумать, что я называю вас нарциссом, не имея для этого оснований, не имея для этого данных, не имея для этого никаких вообще, как бы, позиций. Но я говорю о том, что есть тенденция. Понимаете? Я говорю о тенденциях. Я говорю о том, что возможен конфликт между тем, для чего и ради чего вы это делаете, и тем, что вы хотите только получить. То есть, если вы хотите быть уверенным, чтобы вот выстраивать контакт, если вам кажется, например, что вот сейчас там я буду успешный, суперуверенный, всего добившийся, то мне будет легче выстраивать отношения с людьми. Нет. Нет. Здесь нет того, что называется человечностью. Не в смысле, что вы без человечек, а в смысле, что уровень человечности, когда нам приятно общаться с другим человеком, становится существенно меньше, существенно ниже. Именно в силу того, что собеседник или партнер запрещает себе ошибки. Почему? Потому что он очень требовательен к себе. А если он очень требовательен к себе, он требователь и к другим. А требовательность к другому не позволяет нам быть собой в общении с человеком. И это отдаляет нас от первоначальной цели. Там, чего-то добиться и кем-то быть. Потому что мы тупо этого не успеваем сделать. Мы тупо не можем этого сделать. Ведь требования, они существуют. Требованием не важно, не важно добились вы чего-то или нет. Требованием не важны ваши успехи. Как говорится, сколько бы успехов вы не сделали, чего бы вы не добились, все равно требование будет. Требование быть идеальным и требование не ошибаться. И никакие успехи это требование не уберут. Потому что требование появилось вне корреляции достижений. Понимаете? Так что я надеюсь, листок и на то, что некоторую почву, некоторую пищу для размышлений я вам смог предложить. И, очевидно, вам нужно разобраться с этой проблемой. Потому что я наметил лишь возможные причины, лишь возможные основания для существования у вас данной проблематики. Но корень проблемы все равно будет понятен только после тщательного разбора и анализа. А решить проблему можно посредством психотерапии, а не посредством чтения советов или получения ответов на вопрос. Ну, на вопрос. К сожалению. Это тоже нужно понимать. Я надеюсь на обратную связь. Это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. То есть того, с чего начнется индивидуальная работа. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.